Во всем благое с поспешения подашь, Господи, сестрам нашим и матерям, крещенным во имя и в память святой славной и всехвальной великой мученицы Варвары, ныне день теза имениства своего празднующих и сохрани их и всех христиан на многое и благое лето. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие христиане, собранные в храме Божьем в память святой великой мученицы Варвары, первонаперво можем помянуть, помолиться, подумать о людях, которых ожидает смертный переход в ближайшее время, потому что святой великой мученице Варваре дана благодать вымаливать для умирающих христианскую кончину жизни, безболезную, непостыдную, мирную и причастную святым тайнам. У нее есть эта благодать, значит, чтобы человек не умирал без причастия. Об этом она ходатайствует. И в мире умирают ежедневно, ежечасно, ежеминутно, как по стуку метронома. Одни приходят, другие уходят. Происходит это великое движение. Одному только-только Божьим глазам видно и понятно. Нам всем это невозможно вообразить. И в сию секунду, и в минуту эту умирает кто-то. И есть люди, лишенные всякого познания Христа и Церкви. И тут уже ничего не сделаешь, что уже Божья воля и Божий суд. Но есть христиане, которые должны напутствоваться перед смертью, должны покаяться перед смертью, должны, может быть, впервые в жизни. Потому что есть те, которые в жизни Христа исповедуют и с Христом уходят туда, к Нему. А есть те, которые только перед смертью, как бы на последних секундах, уже как в последний вагон последнего уходящего поезда впрыгивают в эту повозку, ведущую Царству Небесному. Это большая тайна, кому что Бог даст, и как мы будем с вами покидать этот мир, когда, как и при каких условиях. И вот сегодня мы чтим такую ходатайцу и помощницу нам в этом архиважном деле, о котором в светском обществе говорить не принято. Не принято говорить о смерти. Принято говорить о чем хочешь. О политике, о футболе, о моде. Но не о смерти. На самом деле это самая важная тема. И сегодня мы с вами, поминающую святую Варвару, можем заранее молиться о том, чтобы была подарена нам христианская, мирная, без паники, насколько это возможно, благодарная и причастная Христу через таинство, смертная година. Об этом Варвара может умолить своего Творца и нашего Творца. Ну и еще такое, что можно сказать, знаете, вы слышали о Кафисте, в нем очень поэтично изображается ее житие. То есть сумма страданий ее. И вырванные волосы, и обнаженное, значит, это хождение по городу на позор, и отрезание сосцов, и это, значит, удары каким-то молотом по голове, этим кузнечным. В общем, и вот это все. И то, что ее резали, ее там сверху донизу, значит, что она была вся как пчелиный сот, медом истекает, так она была вся кровью сочащаяся. То есть это все там изображено, так сказать, насколько это возможно, так сострадательно и трогательно в этом Акафисте, который написал архиепископ Иосаф Краковский, где-то в веке, по-моему, 18-м. И пелся он в основном в Киеве при мощах, при гробе Варвары, потому что там находятся ее святые мощи, подаренные нам еще давно из Греции. Там они, собственно, сейчас и лежат. Значит, и в этом смысле мне хочется сказать о том, что слава женщины и девушки, как мученицы, как подвижницы, она ничем не меньше славы любого сильного и крепкого мужа. И это, пожалуй, единственное настоящее равенство между мужчиной и женщиной, это равенство в святости. Потому что мы живем в то время, когда люди с цепи сорвались и требуют себе какого-то там тотального равенства. Черные что-то требуют от белых, женщины что-то хотят от мужчин, мужчины что-то хотят от женщин. Все как бы беснуются, никто не знает, что он хочет, но все желают быть равными. И все желают иметь равную славу, равное достоинство. Есть равенство между мужчиной и женщиной? Есть. При всей нехожести психологии нашей, у нас совершенно разная психология, у нас разные полушария работают, мы по-разному смотрим на мир. Мы замечаем разные вещи, радуемся о разных вещах. И когда радуемся, радуемся по-разному. Нам именно и нужно лепиться друг к дружке в таинстве брака для того, чтобы составлять одного целого человека, потому что мы совершенно разные. Как говорил Честертон, простите, это Честертон, я сразу оговариваюсь, говорит, любой мужчина для женщины чудовище, любая женщина для мужчины дурочка. Говорит, но совокупленные вместе во Христе Иисусе они совершают нового человека, сотворяют, это действительно полнота и красота. Но это все забыто. Мы действительно живем в бесноватое время, и все что-то требуют друг от друга, и хотят какого-то равенства мифического, которого быть не должно. В мире должно быть все разное, как деревья в лесу, там эти маленькие, большие, там все должно быть разное. Так вот, есть на самом деле равенство некое между мужчиной и женщиной. Это равенство в святости. Пожалуй, это единственное равенство, настоящее. Когда Христос пришел в мир, когда Христос пленил собою сердца человеческие, в Него стали влюбляться всем сердцем самые разные люди. Бедные, богатые, старые и молодые, мужчины и женщины. Самые разные. Сегодня, кстати, мы читали в послании к Галатам о том, что уже во Христе сегодня Иисусе нету ни Эллина, ни Иудея, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского. Но все и во всем Христос. Это во Христе Иисусе, конечно. Кроме Иисуса Христа, конечно, есть и Эллины, и Иудеи. Можете представить, насколько разные Эллины и Иудеи? Если для вас эти слова хоть что-то означают, если вы знаете хотя бы одного настоящего Иудея, и можете представить, например, настроен настоящего Эллина, какой-нибудь Пифагора или Демокрита, то вообще это настолько разные люди, как будто один с Марса, другой с Венеры. Между ними нет ничего общего. Ни в мыслях, ни в еде, ни в одежде, ни в целях жизненных. Ничего общего. А Павел говорит, нету больше ни Эллина, а не Иудея. Это одно и то же. Во Христе Иисусе. Нет больше раба и свободного. Вы можете представить, какая разница великая между рабом и свободным? Какая между ними страшная пропасть в образе жизни, в образе мыслей, в настроении, во всем. Раб и свободный. Можете представить, например, олигарха, который владеет 25 заводами, и самого последнего работяга на одном из его заводов? Вы можете представить, какая между ними разница? Космическая, между ними все разное. Вообще все. А Павел говорит, что нету больше разницы между рабом и свободным. Ни Эллин, ни Иудей, ни раб, ни свободный, и ни мужеский пол, и ни женский. Это последнее противоречие, которое, он говорит, оно стирается во Христе и Иисусе. Без Христа оно не стирается. Без Христа вообще ничего не стирается. Без Христа все остается, все каменеет, цементируется, и все превращается в неподвижные какие-то страшные горы, которые не движутся. А во Христе все стирается. Так вот, мужчина и женщина так же различны между собою, как Эллин и Иудей, как раб и свободный. Но во Христе и Иисусе они соединяются воедино. И когда Христос влюбил в себя людей, когда люди стали влюбляться в Иисуса, всей душой, что Он Царь и Господь, и Спаситель, и Агнец, и Хлеб Небесный, вообще Он все. И они готовы были мучиться за Него. Это была великая эпоха, она и сейчас продолжается. Потому что и сегодня есть люди, которые готовы мучиться за Иисуса, которые готовы не только в Иисуса веровать, но и за Иисуса страдать. Такой подарок Господь дает, такие странные подарки раздает Господь. Он дает самые большие подарки, дает тем, кто больше всего Его любит. И подарок заключается в том, что Он дает людям не только в Него веровать, но и за Него страдать. Это, оказывается, подарок. Об этом пишется тоже у Павла, что вам Господь дал не только в Него веровать, но и за Него страдать. И вот здесь стираются противоречия, потому что за Христа страдали сильные мужи, у типа Георгия, и за Христа страдали нежные девушки, такие как Варвара. За Христа страдали старики, такие как еврейский Елиазар, как мы по память мучеников Маковеев чтим, или Поликарп Смирнский, или другие старики, которые дожили до седых-седых волос, которые там уже, значит, только в чем душа держалась. Они шли на муку в последние годы своей жизни. Из-за Христа страдали дети, маленькие, трех-пяти-шестилетние, как святой Кириак и Улита. Маленький совсем ребенок, только от груди отнятый. Он прям кричал, что Христос мой Господь, Христос мой Господь, он говорит, да заткни ты, щенок, что ты знаешь там про Христа. А Христос мой Господь, он говорит, откуда ты знаешь это имя? Он говорит, он показал нам материнскую грудь, и говорит, я всосал его, я всосал это имя. И я прям ударил его об пол, и ребенок душу Богу отдал. Это вот мученики Кириак и Улита, и Улита мама, Кириак ребенок. Только-только вот недавно отнят от груди совсем младенец. То есть Христа полюбили одинаково младенцы и старики, богатые и бедные, солдаты и работяги, девочки нетронутые, и многодетные замужние женщины. И в этом смысле люди все одинаковые. Вот в этом одинаковые. Потом, когда началась эпоха монашества, в монастыри устремились люди. Сначала, конечно, мужчины. Женского монашества сначала не было. Сначала пошли в монастыри мужчины. Там Антоний, Пахомий, Макарий пошли в пещеры, в пустыни, в горы. Начали как-то там странно жить, не есть, не пить, молиться, с бесами сражаться. Что-то там такое происходило, какое-то непонятное, совершенно неслыханное, невиданная жизнь началась. А потом через пару лет, десятилетий, столетий возникли женские монастыри. Женщины стали соревноваться с мужчинами. И мы хотим. Сегодня как бы мужики боксируют на ринге, женщины говорят, и мы хотим. Мужики в футбол бегают, женщины говорят, и мы хотим. Мужики там что-нибудь штанги поднимают, женщины говорят, и мы хотим. Они все хотят делать то, что им не надо. А попробуйте посоревноваться с мужчинами вот в настоящих вещах. Вот когда мужики стали монашествовать, женщины говорят, и мы хотим. А ну попробуйте. Попробовали. Получилось? Получилось. Иногда еще лучше, чем мужчин получилось. То есть в настоящем женщина ни в чем не уступает мужчине. Мы пойдем за Христа мучиться, говорит, и мы с вами. Вы не сможете, вы слабые. Еще посмотрим. Пошли, получилось. Мы пойдем монашествовать. Говорит, вы не сможете, вы слабые. Вам нужно то, 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 то. Что мужику нужно? Ничего. А женщине нужно? А ей там куча всего нужная. Мы тоже хотим. А ну, поехали. Попробовали. Получилось. Есть настоящие монахини, которые не хуже никаких монахов. А мы будем юродствовать, сказали мужики. А женщины, и мы тоже. А ну попробуйте. Попробовали. Получилось. Вот тебе там Ксения, там другие. А допустим, возникли там христианские цари. Мы будем править миром не для того, чтобы гордиться, объедаться, как бы набирать себе гарем любовниц, превращать себя в живого Бога. Не для этого. Мы будем править для того, чтобы справедливо судить между обиженным и обидчиком, чтобы строить храмы Божии, чтобы спать на соломе, а лишние деньги раздавать бедным, чтобы защищать с мечом в руках всех обездоленных земли, чтобы молиться Богу много и часто. Мы будем для этого править. Возникли такие благоверные князья, благоверные цари, а потом возникли благоверные царицы и благоверные княгини. Они тоже, говорят, мы тоже хотим. Да у вас не получится, вы просто женщины, вы галки мазанные, вы любите там наряжаться, там танцевать, плясать, там у вас в голове нет ничего. Говорят, ну посмотрим. А ну попробуй, попробуй. О, получилось. Есть святая Феодора, святая Ирина, святая, значит, и у нас эти благоверные княгини наши, там Анна Кашинская, там Евдокия, там Ефросинья, и так далее. То есть, короче, в святости женщины и мужчины одинаковые. Здесь вообще даже спорить не о чем. В мученичестве, в преподобничестве, в блаженстве, в юродстве, в милостыне, среди благоверных правителей, там есть и мужчина, и женщина, диспатисы, там, княгини, королевы, царицы, значит, даже некуда ходить. А в остальном спорить не о чем. Мы совсем разные. Как иудей и эллин, как раб и свободный, как луна и солнце, как небо и земля. И вот мы сегодня почитаем святую девушку, девочку, совсем девочку еще. Они совсем были девочки. Вы же помните, что возраст брачного сожительства разрешен был в те годы, когда жила Варвара, лет 10. Это был возраст возможного выхода замуж. Позже, в новеллах Юстиниана, брачный возраст отодвинулся до 12 лет. Это уже было, как долго ждать. То есть 12-летние девчонки уже замуж массово выходили. А их не спрашивали, просто выдавали и все. Чтобы она даром хлеб не ела. Давали ее мужу, и она уже была замужем. Они уже могли к 25 годам уже 5 детей родить, уже и овдоветь успеть. У нас в это время только начинают женихов искать. А у них к этому времени уже всю жизнь проживали. Она была девчонка совсем, и она оказалась крепче алмаза и сильнее стали. И мы, мужчины сегодняшние, стыдимся читать об этих женщинах. То есть об этих женщинах нужно знать хотя бы для того, чтобы мужчинам сегодняшним стало стыдно. Что мы боимся боли, боимся труда, боимся смерти. И вообще мы всего боимся, короче. Нас так с детства запугали, что мы боимся всего, и нас продолжают пугать, и мы продолжаем верить тем, кто нас пугает. Вот перед нами эти юные создания, совершенно юные создания, которые вообще ничего не боялись. То есть они как-то умели с именем Божиим заходить в самые темные тучи и проходить сквозь них, и выходить наружу светлыми и победительницами. Так что, дорогие христиане, закончим на этом. Во-первых, вспомним еще раз и повторим, что сегодня день, когда можно молиться Богу о своей будущей смерти. Чтобы она была христианская, безболезненная, непостыдная. Сегодня можно молиться Богу о всех тех, кто умирает прямо сейчас. Потому что сейчас кто-то умирает и не один. Может быть, кому-то сегодня уделится эта милость от святой Варвары, что придет священник и причастит человека. У нас во всех больницах есть церкви сегодня. Особенно в больших больницах, таких федеральных клиниках, там сердечных, онкологических, каких-то таких. Везде есть домашние церкви. Везде есть священника позвать сегодня очень-очень легко. Это не советские времена, когда, таясь, скрываясь, на перекладных с другого конца города нужно было куда-то ехать. Нет, сегодня прям под носом есть церкви. Если кто-то умирающий хочет Христа и хочет примириться с Богом, всегда есть такая возможность. Дай Бог, чтобы таких случаев было больше, чтобы люди входили в рай хотя бы в последние часы жизни, приходя в разум и принося Богу покаяние. И последнее, это то, что самое главное, на то, на что мы больше времени потратили, это то, что не нужно искать равенство между мужчиной и женщиной. Его нет. Вот по плоти, по мирскому, по житейскому мы совершенно разные существа. У нас разные послушания, разные таланты, разные способности, разное мирское предназначение, совершенно разное. И грешит тот, кто хочет, чтобы мы были равны во всем. Грешит. Но есть единственная точка равенства, это святость во Христе и Иисусе Господе нашим. Потому что так Бог дал, что благодать Божия побеждает природу, и что человек в благодати превышает свои природные возможности. И слабая женщина в благодати умнее умного мужчины и сильнее сильного мужа. Это мы видим и на мучениках, и на преподобных, и на благоверных царях, и на блаженных и юродивых. Мы это видим везде во всей христианской истории. Да поймет это вся вселенная, ну а не поймет, значит так тому и быть. Что Бог будет нас судить за все, в том числе за неправильные мысли, за неправильные мысли о мире. И нужно правильно думать о том, что Бог сотворил. Сотворил нас разными, но в Духе Святом мы теряем свои отличия и способны и женщины, и мужчины на одно и то же во Христе Иисусе Господе нашим, которому со Отцом Небесным и Духом Утешителем слава, держава, честь и поклонение всегда и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok